В мэрии планируют построить на трассе здоровья эстакаду для пешеходов и велосипедистов, которая бы соединила 10-ю станцию Большого фонтана и Аркадию. Как известно, этот участок сейчас застроен объектами торговли и общепита, что сделало невозможным передвижение по нему отдыхающих. Однако вместо того, чтобы обязать исправить ситуацию предпринимателей и провести работы за счет людей, которые, собственно, и уничтожили пешеходную зону, одесская городская власть вознамерилась делать это за счет бюджетных средств. В мэрии назрел очередной прожект, больше смахивающий на очередную аферу. Городские власти решили обновить трассу здоровья. Из-за построенных на берегу моря объектов торговли, общепита, не говоря уже о высотках и коттеджах, передвижение по трассе пешеходов стало абсолютно невозможным. И вот Эврика. В голову нашего главы пришла превосходная мысль устроить пешеходную эстакаду, которая бы соединила разорванную трассу здоровья. И ведь как здорово получится, подумали в мэрии. И владельцы ресторанов и коттеджей останутся довольны, и руководство города не в накладе. Вот, мол, смотрите, как мы заботимся о простых одесситах. Подумали – сделали. Объявила наша мэрия тендер на приведение строительных работ. Было это около месяца назад, и по результатам торгов победила львовская компания, обойдя еще одного участника тендера, если верить СМИ, близкую Труханову компанию «Росдорстрой». Но не успели львовяне порадоваться победе, как тут – упс, нежданчик. Одесская мэрия взяла и отменила результаты тендера. Причем отменила под удивительным предлогом – отсутствие необходимости строительства эстакады. А спустя пару недель – упс, второй нежданчик. Снова тендер, снова на строительство эстакады. Только на этот раз – сюрприз. Победила компания «Росдорстрой». Во всем должна быть логика и должна быть законность. Потому что, когда проводится тендер, выигрывает, допустим, там, львовская компания, она побеждает, и потом тендер отменяется. Причем с такой очень интересной формировкой зависимости подальше потребы. Потом проводится обратно тендер через буквально месяц-полтора. И опять же, тот же самый объект. То есть потреба уже появилась в течение месяца. И уже выигрывает наша компания Одесса, Одесская «Росдорстрой». А теперь о суммах, которые власти планируют потратить на эстакадный проект. Из городского бюджета мэрия намерена потратить 31 миллион гривен. И, разумеется, сумма – это не окончательная. Ибо для того, чтобы действительно соединить десятую фонтана и Аркадию, необходимо намного больше. Сумма достаточно серьезная, существенная. Это 31 миллион гривен, 140 тысяч гривен. Это большая сумма, огромная сумма, на мой взгляд. Здесь, конечно, все мы знаем, что ситуация, во-первых, со строительством этой эстакады тоже очень своеобразная и интересная. Сколько это стоит денег. И, конечно же, все нужно сделать, мне кажется, по этапу. Почему? Потому что, допустим, 31 миллион только на определенную часть на строительство этой эстакады. Ну, не знаю, может быть, мне кажется, в большей степени желательно привезти остальную часть, допустим, а уже к эстакаде прийти тогда, когда уже остальные участки приведут в порядок. Привезти все в порядок, разумеется, не основная цель деятельности нашего городского руководства. Вообще, если судить по количеству тендеров, которые выигрывает именно компания «Росдорстрой», не покидает ощущение, что все проводимые в нашем городе торги – ничто иное, как фикция. В конце концов, о какой конкуренции может идти речь, если на самом деле она отсутствует как таковая. А ведь только для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо собрать множество документов, заплатить определенную сумму денег, внести залог и так далее. Нужно подготовить пакет документов. Это определенные средства нужно потратить в той или иной компании. Дальше есть определенный, условно говоря, такой залоговый взнос, который тоже, ну, так или иначе, нужно компании предоставить. Для участия в самой процедуре тоже нужно заплатить деньги и так далее. Ну, в любом случае, это определенные расходы, время. И, конечно же, если так тендера проводить, то этой конкуренции не будет, по сути дела. Так а чего же такой аттракцион невиданной щедрости в отношении к определенным строительным компаниям? Ведь в городе давно известен факт того, что всеми подобными работами, а соответственно освоением сотни миллионов бюджетных денег, занимаются всего две фирмы – «Пикстрой» и «Росдорстрой». Для никого не секрет, конечно, что эти две компании и ряд других компаний, конечно, имеют отношение к мэрии. Это небольшой секрет. Не для кого, на самом-то деле. Стоит отметить, что денег на эстакаду в муниципальном бюджете по-прежнему нет. Они не вошли и в кредитный миллиард. Тем не менее, согласно тендерной документации, работы начнутся 15 ноября. Сдадут объект в июле 2018. Видимо, строительство профинансируют из бюджета следующего года. Геннадию Труханову для себя никаких наших с вами денег не жалко.